МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Саранске будут судить четырех жителей Самарской области и Мордовии, которые обвиняются в серии разбойных нападений на отделение почтовой связи и квартирных кражах. Вооруженную банду, как рассказали в МВД, собрал уроженец нашей республики, проживающий в Тольятти. В качестве объектов для нападения они выбрали почту в Дубенках и отделение связи в селе Ждамирово Сурского района Ульяновской области. Злоумышленники заранее распределяли роли и разрабатывали планы преступлений. Функцию организатора выполнял уроженец Мордовии, проживающий в городе Тольятти. По его указанию другие участники выясняли, как осуществляется охрана в организации, а также время и дата поступления крупной суммы денежно-средств в отделение. К вопросам конспирации фигуранты дела подошли основательно. Они похитили два автомобильных номера в Дубенках и Саранске. А вот оружие покупали легально. В распоряжении бандитов оказалась гладкоствольная сайга, из которой они изготовили обрез и вместе с пятью патронами хранили в лесном тайнике. Там же прятали газовый баллончик и маски. Все свои преступления злоумышленники совершили в течение 2015-2016 годов. Первое нападение на отделение произошло в декабре 2015 года, в результате которого, угрожая персоналу оружием, мужчины пытались совершить хищение. Восьми миллионов рублей. Злоумышленники произвели два выстрела, но работник организации с крупной денежной суммой успел забежать в помещение и запереть входную дверь. Преступники ушли ни с чем. Выждав больше месяца, они еще трижды потом пытались взять миллионы в Дубенском почтамте. Но все тщетно. В итоге решили сменить дислокацию и в октябре 2016 года напали на отделение в Ульяновской области. Добычей стали 19 тысяч рублей и мобильный телефон сотрудника почты. Неизвестных разыскивали полицейские сразу из двух регионов. Личности удалось установить практически сразу. Это трое жителей Тольятти и уроженец села Дубенки в возрасте от 37 до 47 лет. Все они занимались строительными работами на территории Самарской области и ранее были судимы. Кроме того, была установлена причастность одного из задержанных семи фактам краж из жилищ граждан в городе Тольятти. Граждане задержаны сотрудники управления Голловской и МВД Преспублики Мордовии в городе Тольятти. Сейчас все четверо находятся в СИЗО. Рассмотрением материалов дела займется Верховный суд Мордовии. За вооруженные нападения в составе банды, квартирные кражи, незаконный оборот оружия и кражу госномеров им грозит до 15 лет лишения свободы. Александр Аносов, программа «Происшествия». В Мордовии депутат подозревается в краже цветного металла. При Волжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Патьминского городского поселения Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия по гражданскому избирательному округу номер 11. Депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». По версии следствия, подозреваемый днем 15 июля 2017 года на железнодорожной станции Патьма Куйбышской железной дороги, расположенной на территории Зубово-Полянского района Республики Мордовия, совершил кражу цветного металла, принадлежащего Розаевской дистанции электроснабжения, на общую сумму свыше 18 тысяч рублей. Работники дистанции электроснабжения, заметив пропажу, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники транспортной полиции, проведя оперативно-розыскные мероприятия, обнаружили похищенное в личном автомобиле подозреваемого, когда он хотел реализовать металл в пункте приема. На первом же допросе у следователя подозреваемый дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием. При этом пояснил, что в день кражи отправился в лес за вениками, однако, заметив, никем не охраняемый цветной металл решил им зазладеть. Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Дмитрий Захаров. Старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ущерб в 2,5 миллиона рублей нанесли двое мордовских предпринимателей, которые незаконно добыли 25 тысяч кубометров песка. Неизвестно, сколько бы они еще вывезли ископаемых, если бы их деятельностью не заинтересовались в МВД. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что в третьем квартале 2017 года двое руководителей коммерческих организаций, на территории участков, расположенных в Ичалковском и Ковылкинских районах, осуществляли незаконную добычу песка из карьеры земельных участков сельхозназначений. Такая добыча, согласно закону Российской Федерации, о недрах в принципе разрешена. Но если у организации есть соответствующая лицензия, где четко прописано местоположение карьера. При этом организация разрешена добыча песка, пользуясь услугами сторонних фирм по договорам подрядом. Кроме того, богатую природными ресурсами землю можно взять в субаренду. Для этого необходимый участок поставить на кадастровый учет, если он там не стоит. Затем согласовать этот вопрос с министерством, где тот, в свою очередь, направляет письмо с решением на адрес организации. В случае положительного ответа договор субарендой регистрируется в кадастровой палате. Но это еще не все. Основной арендатор должен отказаться от лицензии, и тогда Министерство лесного и охотничьего хозяйства и природопользования открывает аукцион на право использования природными ресурсами. И выигравшая организация получает лицензию. В Ковылкинском и Чалковском районах ни о какой законной деятельности речи не шло. Его не просто обошли, его не соблюдали. В одном из случаев добыча песка происходила на землях сельхозназначения. Все нарушения оперативники запечатлели на фото и видео. Здесь экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Под данным фактом, в действиях предпринимателей усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.3 КОАП РФ. Анастасия Семушева, Сергей Бебинов, программа «Происшествие». Большеберезняковская полиция разыскивает без вести пропавшего Толоконцева Александра Александровича 1993 года рождения, который 16 ноября 2015 года примерно в 4 часа 30 минут выехал на своей автомашине по направлению в село Большие Березняки и пропал при неизвестных обстоятельствах. Приметы Толоконцева. Рост 165-167 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, коротко пострижен, глаза серо-голубые. Был одет. Шерстяная кофта крупной вязки серого цвета с капюшоном со шнурком. На кофте имеется надпись на английском языке. Штаны спортивные, темно-синего цвета. Кроссовки зимние, серо-синего цвета с белыми вставками. Особые приметы. Имеется послеоперационный шрам на правом плече размером 15-20 см. Если вам что-либо известно о местонахождении Толоконцева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках. 2-23-70, 2-13-74 или 102. Третий отдел полиции Саранска по подозрению в заведомо ложных показаниях разыскивает Наумкина Владимира Петровича, 1971 года рождения. Приметы Наумкина. На вид 45-50 лет, рост 180 см, кудощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные. Нос искривлен влево. Если вам что-либо известно о местонахождении Наумкина, просьба сообщить по телефону. 29-90-39, 29-90-23 или 102. Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает Семакину Веру Ивановну, 1959 года рождения, утратившую связь с родственниками. Общение с братом она прервала 1 апреля 2017 года. Приметы Семакиной. На вид 60 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, глаза темные. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Семакиной, просьба сообщить по телефону. 29-77-44 или 76-08-80. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА МИЛИЦЕЙСКАЯ ВОЛНА